И всем привет, уважаемые друзья! И это второе видео на канале, и также вторая серия по игрушке под названием This War of Mine. Продолжим выживать! Насколько вы можете помнить, игра нам предоставила всего лишь одного выжившего. Благо, были хорошие погодные условия. Но самая большая проблема заключается в том, что мы не можем безопасно выходить на вылазки. Потому что если мы уходим из дома, нас обворовывают. То есть, по сути, все то, что мы можем собрать, могут и украсть на следующий день. То есть, нам приходится думать. Что? Игра рандомно это делает? Насколько вы можете помнить, на прошлой серии, когда мы возвращались домой, ночь прошла спокойно. А сейчас на нас кто-то напал. Видимо, да. То есть, если мы сейчас выйдем из игры и просто ее перезапустим, то, опять-таки, может быть и неизвестная ситуация. Либо спокойная ночь, либо нападение. Ну что ж. Украли у нас еду, траву и воду. Будем жить, как живем. Поэтому мы остались без еды и без всего. Так, вспоминаем, что у нас есть. Очень большое количество материалов, досок, электрические детали. Но не хватает одной запчасти. О! И тут нам повезло. У нас украли еду. Но мы сможем кое-что наторговать. А, нет. Опять-таки, это не торги. Второй раз меня обманывают. Мы должны помогать друг другу. Особенно в такие времена. В моем саду росли деревья. Но становится все холоднее. Поэтому я решил порубить их на дрова. Прежде чем это сделают бродяги. Я могу поделиться с вами. А в следующий раз, может быть, вы поможете мне. Идет? Да, конечно идет, мой друг. Конечно идет. Спасибо тебе большое. И до встречи. Еще, ребят, плюс 20 дерева просто ни за что. Но я думал, что это будет торговец. Потому что он с такой большой сумкой шел. Ладно. Давайте посмотрим, что мы можем сделать без наших запчастей. Давайте смотреть. Так. Стул обычный. Простой обогреватель. Коллектор дождевой воды. Так. А, нет, он требует запчасти. Старать не будем. А тут у нас что? Глупо. Еще взламывать двери. Лома. Делает свою работу. Медленно. Шум. Нет. Давайте вторую лопашу сделаем. Сколько я помню, наша уже ломается. Да, наша ломается. Да, ребята, вот. Ну, сейчас нам терять с вами нечего. У нас еды нет. Нам можно спокойно идти на вылазку. В принципе, потеряем медикаменты, конечно. Но представим, что у нас играет трое. Мы бы всех кормили. Так же бы еда уходила. Поэтому, в принципе, мы сильно в минус не ушли. Должись, отдыхай. И ждем до, по-моему, десяти часов. Если никто не придет, то можно, в принципе, завершать день. Потому что нам уже тут делать нечего. Сорок минут осталось. Смотрим. А тем временем температура чуть-чуть упала на 2 градуса. В принципе, можно будет задуматься об обогревателе на будущее. Мы должны защищать свое убежище. Или нам конец. Это мысли. Марка после того, как нас второй раз зарейдили. Да. Мы должны его защищать. Но как? Если неким. Никто не пришел. Мы завершаем день. Марка отдохнул, видим. Так. 59%. Нет. Сегодня мы пойдем, наверное... Так, опасность. Нет. Сюда мы пойдем. Нам нужны запчасти. Блин. Давайте вон в гараж. До войны здесь была автомастерская. Ей управлял пожилой мастер и его сын. Они... Если они еще живут здесь, мы сможем торговать с ними. Если нет, мы можем найти много полезных запчастей. И, возможно, немного еды. Да. Идем в гараж. Так, аптечки у нас нет. Отмычки у нас нет. Берем с собой. Пробуем игрушку. Не знаю, для чего она вообще нужна. Лопату. И драгоценности, чтобы поторговаться. И еще, наверное, там все-таки пожилой мужчина медикаменты возьму. Немного приболел. Интересно, сбежали ли владельцы. Сейчас мы посмотрим с тобой. Смотрим, что у нас тут. Материалы. Хорошо. Записочка на стене. Кто-то накорябал на стене. Порядки кончились. Встретимся на небесах. Какая-то угроза. Мы уже в дом. Здравствуйте. Эй, ты. Мне нужно лекарство для отца. У тебя есть? Да. Да, друг. Я заранее взял лекарство. Ух ты. Ребята. Сколько хабарщика у него. Ой, запчасти. Давай мне все. Все, давай. Все, 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 все. Все, еду. Давай, давай. Вот все, вот так хочу. Вот так. Вот так. Вот так. Не знаю, что ты хочешь за это. Вот тебе лекарство. И вот тебе. И вот тебе. Ладно, я погорячился. Блин. Что-то он не хочет. Ну, вот так. Вот так. Так. Вот так. О, уже лучше, ребята, уже лучше. Мы с ним договорились. Хорошо. Шикарно. А вот за три игрушки можно? Что-нибудь накинуть. Кансерого еще нет. А если... А если ты дашь мне отмычку одну, две, одну, и лопату, тогда ты дашь мне фильтр, фильтр дашь мне. Сахар. Воду. Ну, хоть чуть-чуть. Давай, вот. Пять воды. Четыре, три, два, один. Одну воду? Нет, спасибо. Хорошо, ладно, договорились. В принципе, обмен хороший, мы сможем покушать, и у нас будет ножовка и одна отмычка. Да, неплохо, спасибо. Ммм, так. А вот теперь нам нужно как-то будет пробраться в этот дом. И не своровать у них, а забрать то, что им не принадлежит. Однако получится ли это сделать, ребята, не знаю. Перепрыгнет? Да, перепрыгивает. Перепрыгивает. Ух ты! И забираем одну нашу недостающую часть. Шикарно. Шикарно, ребята. У нас все есть. Мы ни в чем не нуждаемся. И дерево. Все, бежим к выходу. Даже не пришлось залазить в дом. Шикарно. Очень быстро мы закончили ночь, и надеемся, что никто не пришел. Хотя, опять-таки, повторюсь, терять нам было нечего. Надеюсь. Потому что, в принципе, я все с собой забрал. Это самое важное. Все. У нас напали, украли воду. И травы нет. Они воруют. Воруют. И очень жестоко воруют. Очень жестоко. Как же-то они надоели уже. Своим воровством уже все украли. Ну, травы, ладно, это не так страшно. Воды у нас сколько еще? А! Они украли всю воду. Значит, бежим делать... Бежим... Делать коллектор дождевой воды. Потому что сейчас у нас запчастей просто куча. Где его можно поставить? Внизу. Так, куда-нибудь надо. Давай наверх, не знаю. Давай наверх. Делать коллектор. И сейчас мы будем все апгрейдить. Что будет очень выгодно для нас. Потому что на нам откроется доступ к новому инвентарю, так скажем. Здесь можно увидеть белье развешанное. Видимо, наше. Для чего-то старое, не знаю. Прямо можно увидеть, как вот все здесь просто разрушено. То есть этот дом тоже оставили. Хотя... Хотя очень интересно то, что у нас... А, хотя у нас есть книги. И перед всем, это не есть на шкафчике. Интересно, если у нас не было бы книг, шкаф был бы пустой или нет. Тут анимация работает. Можно будет проверить. Да. Так, коллектор. Что это? Угу. Чтобы было 4 единицы воды, нужно где фильтр. Хорошо. Хорошо. Лежим вниз. Чтобы нас не обокрали жестоко. Давайте-ка мы с вами потратимся. Угу, угу, угу. Да. Один час времени. К нам тем временем никто не хочет в гости заходить. Потому что уже почти неделю, ребята. Почти неделю живем. В одиночестве. Как бы он так с ума не сошел. А вот это точно торгуется. Он селью за ком идет. Нам уже нечего предлагать. Блин, мужик. Надо было раньше идти. Ах, ух ты. У нас открывается доступ к креслу. Заколотить дыры. Мы можем заколотить проломы и окна, чтобы защитить наше жилье от грабителей. Вау. Гитара. Это... Ага. Гитара может здорово подеть настроение. Грядки для трав. Микстурный стол для лекарств. Капкан для небольших животных. Ничего себе мы с вами... Так, торговец, подожди. Да, и вот тут проапгрейдим станок в наш второй станок. Получается, сейчас мы неплохо заживем. Я надеюсь на это. Надеюсь, торговец не уходит. Вроде нет. Вроде, насколько я помню, он до конца дня будет стоять. Смотри, у меня не уходи. Смотри, у жди. Немедленно. Ножовка, топор, каска, пистолет, нож, дробовик. Ничего себе. А всё это пригодилось бы для обороны. Так, добрый день, уважаемый. Что вы можете мне предложить? Еда. Не нужно от тебя что-то, да. Блин. За травы. Дерево? Нет, нет, дерево не будет травить. Хм, за лопатку. А вот это вот тоже жадничает, мужик. Ну, давайте я, наверное, уберу воду немножко. А, вот оно как, да? Ничего. Ага, всё нормально. Две воды, в принципе, нормально. Да. Спасибо, мужик. Давай, до свидания. Да, попытайся, надеюсь, ты сможешь прийти к нам. И, ребята, мы закупили ещё много хороших запчастей. Смотрим, что можем сделать. Угу, угу. Заколотить доски, давай. Где, где? Вот, наверху. Хорошо, держим. То есть, по сути, если мы сейчас застроим свой дом, то шанс того, что к нам ворвутся грабители, намного меньше или как? Если кто знает, и кому понравится видео, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Очень интересно узнать. Нам бы успеть это всё сделать, к ночи. Ещё дождевой воды. Вот, чем сложно? Одному. Можно и застроить дом, и поставить фильтры. И давайте проверим печку. Можно ли его? Ой, плиту, плиту. Можно ли его улучшить нашу плиту? Или что это нам даст? Извините. Более эффективная плита позволяет готовить пищу, эффективно экономя топлива. Понял. Нам нужны ещё компоненты. Угу. Компонентики. Ну, скорее всего, нам пригодится много дерева, потому что сейчас... Всё дерево у нас уходит на заколачивание дырок. А, вот ещё дырка. Где ещё? Давайте поищем. Не знаю, где ещё можно заколачивать. Может быть, окна заколачивать будут идти. Но вот что-то... Да уж. Посмотрим, в общем. Давай-давай, добычащик Марка. О, что это? Ладно, война. Нехватка провизии. Но тут ещё ночью пожаловали грабители. Я рад, что вы смогли обменяться с теми людьми. Но могли бы это сделать снова. Могли бы, могли бы, Марка. Но у нас всё воруют, и мы выходим то в плюс, то в минус. Поэтому мы как-то пытаемся выжить. В принципе, как и эти же грабители. Мы сами можем стать такими же. Вернём всё к любой семье и просто их обкрадём. И будем ничем не лучше их. И ещё заколотим дверь. Где? А, крыша. Крыша ещё, да? Понятно. То есть они, значит, залезут вот так вот и пролезут через крышу. Ничего себе, наверное, влазить будут. А тем временем день-то у нас заканчивается. А мы уставшие. А мы уставшие. Ну ничего, идём на следующий день мы будем просто в кровати лежать. Или знаете что, ребят, я предлагаю рискнуть и первый день поспать просто в кровати. Никуда не идти, просто проваляться в кровати. Как вам такая вообще идея будет? Ну как бы, да, давайте. Мне кажется, что они у нас нападут. Хотя это рандом. 50 на 50, наверное. Что можем сделать? Да, видите? Мы всё заколотили. Шикарно. Ложимся спать. И спим. Так, сегодня ночью мы охраняем свой дом. День шестой. На нас напали. Кто-то пытался ограбить нас. Это была просто парочка мародёров. Поэтому мы смогли их отогнать. К счастью, мы были все вооружены. Точнее, один Марко. Никто из нас не был ранен, и грабителям не удалось ничего унести. Мы способны защитить себя. Вот так-то. И желудок Марко урщит. Это всё, что он прокомментировал. Ничего, Марко, кто-то спас всех. Спас, точнее, себя и свой дом. Молодец. Сильно устал-то у нас. Подождём. Фильтр для воды. Где у нас появляется фильтр? Вот. Давай, фильтр давай сделаешь. Так, заканчивай фильтр и беги наверх. Коллектор. Коллектор. Я, ребят, очень надеюсь, что к нам вот сегодня или завтра трудно бегать без отдыха. Тогда иди пешком. Не, не, пешочком, пешочком отдыхай. Я надеюсь, что к нам сегодня или завтра придёт новый член группы. Не знаю. Это поможет нам. Видите, всего лишь один фильтр может быть использован. Или как? Или по одному просто фильтру. Сейчас посмотрим. Ага, запустили, и он готовится. Хорошо. Хорошо, замечательно. Тогда... Что мы делаем? Мы, мы, мы... Идём к верстаку. Смотрим, что нам ещё нужно. Или здесь вообще... Так, стул, стул. Да, в принципе, больше ничего не надо. Ложимся отдыхать. Акцент делаем на что? На материалы, на еду и на дерево. Так, тут он не идёт. Ждём до 11 часов, ребята. Даже, наверное, до 10.40, да. И... Идём на рейд. Да уж. Так, всё. Никто не пришёл. И мы отдохнули. Прекрасно. Так. Тихий дом. Что это? Жилой массив. Который остался практически нетронутым. Это тихий район. Застроенный небольшими домами. С... Крылечками и садами. В большинстве домов до сих пор живут люди, пытающиеся вести нормальную жизнь. Нам здесь нечего делать, если мы не готовы воровать. А мы не готовы воровать, ребята. Поэтому мы пойдём... Нет, нет. Супермаркет. Нам нужно где есть хотя бы еда. Гараж. Есть еда? Это... Фууууууууу... Так. Огромное количество еды. Очень много всего, но... Ну... Блин. А церковь? жителей священник здесь немного еды там мало в гараж ребята нужно идти в гараж очень много всего с собой отмычку ножовку и лопатки пойдемте в гараж постараемся тайно проникнуть и забрать просто ненужные вещи может быть что-то нас мусорки забрать воровать не хочется там пожилой человек сразу да можно пойти на крышу ребята то есть место для ножовки папа мы с вами все собрали принципе очень мало материалов дерево обратном пути если что заберу что еще кто-то а это окно я понял я понял да это окно да выход тут есть смотрим смотрим там место для отмычки тоже давайте и потратим берем все это не надо идем вниз там холодильник опять таки воровать наверное не стоит но мы голодном опять таки мы не очень голодна можно пожать без еды можно вот пока нормально материаль материаль что будем брать сломываем а он там ходит смотрим в холодильнике что у нас да ребята это частная собственность это для пожилого человека да мискликнул ребята мискликнул я не помню что здесь было я выложу все на всякий случай вот это вот мискликнул я не помню по моему там было ребята я думаю им это не пригодится главная еда для них наверное сейчас думаю так главная еда надеюсь они никак из-за этого не пострадают но это не смотрим это это табак самокрутки табак ах ребята поголодаем мы с вами поголодаем нет я выложу все таки вот это вот это это полезнее бежим к выходу это ночь прошла спокойно замечательно заходим в дом ах так кушать мы ничего не сможем но но мы сможем поставить клеточку так кресло клетка для животных еще коллектор дождевой воды и принципе да мы сможем неплохо зажить но это мы сделаем уже следующей серии спасибо большое за просмотр если вам понравилось данное видео поставьте лайк также буду рад подписке на канал если видео не понравилось я также не против дизлайков или комментариев с критикой я все приму к сведению поэтому еще раз спасибо вам большое и до следующей серии всем пока 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 пока